Девушки отдыхают 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 Фашисты, фанатики, что вы делали с полицейским народом? Вы готовы приступить к права человека? Да здравствует гей-парат, мазритизация и проклят! АПЛОДИСМЕНТЫ И колючих кустарников, какова и моя, возлюбленная среди юзных тех. А что такое роза? Роза — это община Израиля. А животники ведут, это Израиль. Потому что мы, евреи, знамя святого куча-будроствоведа. И от него приходят наши души. Но откуда тогда приходят души остальных народов? Акулов? Они приходят с левой стороны. И все эти народы нечисты. И делают нечистыми всяк. Только не приближайся. Надо заметить, что в капле термин левая сторона является почти эквивалентом другой стороне. Титряхия. Боже славяна, доли Израилитов, которые помещены выше всех остальных народов. Их уровень предназначен вверху виллу. А уровень всех остальных народов ниже. Израилиты приближат к стране святости. Другие народы в стране нечистоты. Израилиты находятся справа. Все остальные слева. Мой рай. А почему же нам пришлось только тысячелетий степанций сказать от двоихих политических политических? Не слух на керозах, а не отбросов керозии гомонанских. Это все из-за народа великого сместения РФ-РАЗ. Ох, это долгая история. Начнем с тетрагоматона. Каждая из четырех букв соответствует четырем аспектам божественности. Чтобы лучше представить себе эту теорию, надо расположить эти буквы по вертикали, одну по другу. Первая буква, ЙОД, означает самого благословенного, из которого исходит вся духовная энергия Бога-Творца. ЙОД уподобляется огнем, сожжевшемуся посреди изначального врага непроявленности. Это патрук Господь. Вторая буква, ЙОД, представляет собой женский аспект божества, называемый также шипиной сверху. Это, ЙОД, отожжевляется с мудростью и небесной благодатью. Оно называется хабаристами, матерью или женой. Третья буква, ЙОД, похожа на удлиненный ЙОД. Она представляет собой кость, или мост, который связывает между собой гирогерка и гирогерка. Это также мужская буква, называемая иногда сыном. ЙОД выполняет пункцию нефтической связи посредника между небом и землером. Обеспечивает цель снизу, сверху. Четвертая буква, тоже ХЭ. Как и вторая буква, означает шипину снизу. Божественное присутствие, расположенное в нижних регионах творения. Это второе ХЭ, или маленькое ХЭ. Мы отожжевляем с общины Израиля, то есть нами. Нижняя Шекинандия некогда находилась в герусалитском храме. Но после его разрушения, она отправилась вместе с избранным народом в четвертое изгнание, где с этих пор и пребывает. А в струкзуре божественного имени произошла этот храм. Причем повиняя все тех же из народов в великого смешения и демонических покровий. Стоите, народы! Великое смешение Иерархам поставлено из киселимов, кипоримов, аморитимов, рапоримов и анатимов. О Некеримов сказано, сыны Божьи увидели, что дочери человеческие красивы. И вскоре они восхотели их, и святой Божий, благословенный, заставил их пасть в нижних цепях. Сыны Божьи назывались Аза и Азаэль. Однако души великого смешения, которые от них происходят, называются Некерим. И они сами себя пришли на падение, благоутили, надеясь, что с красивыми женщинами. И так святой Божьи Божьи вычеркнули из неров предущего, чтобы они не верили в нем никакой доли. А дебори уже представляют третью группу, составляющую великое смешение. Это о них написано. Это герои, люди славные. Они приходят из того же рода, что и люди Вавилонской башни, которые сказали, пойдемте построим город и сделаем себе имя. Это они строят синагонии, школы и кладут там святки Торы с короной на голове. Но все это не во имя Бога, но чтобы сделать себе имя. Но так как они приходят с другой стороны, они презирают детей Израиля, как пыль земную, а крадывают нас. Но помните, что пять групп великого смешения заставляют мир вернуться в состояние тоху-боху. А вернуться в тоху-боху означает разрушение храма. Земля была тоху-боху, потому что храм была всем мира. Но когда придет свет, который есть святой, будут благословен, они будут стерты с лета земли и улетворены. Однако конечное освобождение зависит не от стирания с лица земли, а от уничтожения амалеком, потому что именно в отношении амалеким была произнесена клятва. А знаете ли вы, кстати говоря, что левит мать великого смешения? Знаете ли вы, кстати говоря, что левит мать великого смешения? Люди великого смешения — это бракуют дети прематериального смиря, который заплотил Еву. Великое смешение сделано из гады, который с ней брил Еву, и от которого она зажила гадина. Так вот, из-за этих народов маленькая хэл выпала со своего места. Сбериам и Балак произошли из битвы, амалека. Уберите мухы лад из Балака и диам из бериама, и останутся мухой слов о бобере, где и были смешанные все неприки народа к земли. Люди, амалека, разбросанные по земле в фоку Белонской башни, были остатками тех, о ком в момент потопа было сказано. Я сотру с лица земли все, что там есть. И потом, где амалека, в период четвертого россияния, это те могущественные гнездья, которые правят над Израилем силой оружия. Эти народы и прав поместились между двумя хэл. Святой, Путин благословен, не может больше самых объединить. В этом глубокий смысл стиха «Потоп исчерпал себя и иссок». «Потоп исчерпал себя на уровне первого хэл» и иссок на уровне второго. И все это для того, чтобы не дать великому смешению питаться от Вау, которое есть в древо жизни. Вот почему Вау не встает больше вверху на сеть, когда великое смешение помещается между ними. Короче, с тех пор, как великое смешение перемешивается к Израилем, и от больше возможностей ни для сближения, ни для соединения его и имени. Но когда великое смешение будет в жадности со земли, в этот день он будет идти. Его имя будет идти. Пока же великое смешение не будет уничтожено в мире, и будет обстеление. Ясно, что такое великое смешение. Но в Виннинске кого-то толкует его, как грифу Якова. То есть, РФ-РА – это те гои, которые примешались к нам в инфопу египетского плена. То есть, именно они во всем виноват, да? Так, значит, теперь все понятно. Нам просто нужно уничтожить РФ-РА. То есть, как ГФ, так и своих, которые отступили от завета подцов Киргей Аббот. Но, Радик, тут еще важно помнить, что такое РФ. Так назывались нечистые народы. Бои, их спор, их имущества и даже их владельцы. Наш долг уничтожить их. Для того, чтобы в ушах пришел именно к нам. И наша земля должна быть очищена. Вы это ставите на трансляцию Сибири? Одним трансляцию тут не обойдешься. Друг Херема должен состояться на более длинную дистанцию. Да ладно, это уже чистая политика. И решать придется чисто поэтическими средствами. При помощи нашей высоты, как художественной подделки, по нашей с вами такие протоколы, которые эмоции будут идти от именируются. А в первую очередь, кто ставит у мирового еврейства на кучу. Рэм, но к чему это привело? Мы, можно сказать, своими руками вывестили битера. Ну и что? Шесть миллионов закупленных душ. Это и та цена, которую мы готовы платить. Раб, Юр, вы думаете о человеческих жизнях, когда речь идет о приближении Мессии. Я напомню вам про Армилуса. Армилус, согласно преданиям, имя Анти-Мессии, творящего зло противника Бога. Его появление означает апогеи наших страданий, вслед за которыми придет избавление. Рафа, вы хотите сказать, что битера есть Армилус? Точно вам гвандит мне на Армилус. Послушайте, послушайте, вы глупцы. Шо? Это наказание нам за то, что мы отошли от заповедей Талмуда. Мы слишком рано вернулись на свою землю. Существование мирового сионизма и государство издрали противоречия закон Торы. Мы приступили три Талмудические заповеди. Убили тебя, баба, чтобы не искать, что мы заплатили армилусы. Ах, ты... Убили тебя, баба, чтобы не искать. Убили тебя, баба, чтобы не искать. Устроя государство издревлее и евреев, они разрезали нам руки. Теперь выгнём полное право отобраться с техникойскими ублюдками. Государственный правиль будет простираться от него, да и фраза. Уважаемые товарищи, не спешите на полёта предъявлений. Вы вызываете массу тогда, когда этот будет ляпкий. Надо решать проблему тех евреев, которые живут вдали от Родины. Талмуд, необходимая точка цели и спешите историю евреев и евреев и евреев. Я знаю, что нужно начнить. Такую роль сегодня играют евреи, распоклонённые по всему свету. Естественно, они подокупленные показы. Но там с вами так и хватает. Всё, чему прикасается евреи, становится золотом. Да лучше собирает по капелькам Божественный свет разбитых ваз Сепирона. Вы помните слова Ари? Это как ему непроробитые вазы. Свет Адама Кадмона разбился в вазы Сепир. И они не выдержали и лопнули. И отны и всё находится не там, где оно должно быть. То есть среди войн. Хотя всё должно предотвижать только нам. Мы идём в Галу, в Сепирное Царство, чтобы собрать там рассеянный свет. Отоправиваешь моего и салу им деньги. Потому что это наши деньги, а не должны нас принадлежать. Так что, а в Галу выполняет ещё одну мессианскую путь. Он несёт людям праздник. Для этого, с вами нас есть и в лоб на яны. Они при Манхайде, в Матерске, в Москве ехают своего доброго королевка. Ах! Аплодисменты Послушайте, что вы таки поёте? Это же просто мишкинг. Здравствуйте, здравствуйте. Это же просто постмодел. Наш родной землейский постмодел. Я, кстати, смогу и хорошую письму в письме читать. Попробуй. Попробуй. Сладко в небе звезде, Сладко птицы в гнезде, Сладко змею в саду, Я растею в воду. В сладком поле расте И во рту голбанее Только мне Основнуешку я И это вы таки называете праздником, Но это просто позор, просто позор. Ну, допустим, вам не нравится. А вы пошли с дольминой, а вы так с нами. ПОЛЕЗНУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Послушайте, что есть такое? А еще интеллигентный человек Кстати, на каком языке он говорит? Вначале это наше Потом два-русских, потом непонятно Он говорил на языке ангелов А слышит аухоноку Он расстил нас Просто не надо построить Горева Пора Пара! КОНЕЦ 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 ТАРАССКОМ КОНЕЦ 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 И тогда появилось у него простое желание сотворить миры и создать создание, раскрыв этим совершенство своих сияний, имён и наименований, что уявилось причением причинам скоязаний И тогда сократил бесконечной себя в точке центральной своей, встал на ее центре, сократил этот цвет и удалился в сторону вокруг центральной точки. Эх, другими словами, по главному ворианской капли, божество не издевает ни за себя, а наоборот собирает себе, все-таки себе собирает и взяли, что нам так за руку. На кузове. И зубах продал богатого цвета, пусть благословен его лоб и другие части тела, прыгнул в свет. Но вазы не вынесли из него и разбились, и свет растекся по всему миру. Наша задача — собрать растений и свет. Возьми и свет — это деньги, их надо собирать. Нет, это идеи. Нет, это и нет. Нет, нет, это высокие технологии. Кирилл и все вместе. Кстати, свет может быть и в нехороших местах, хорестер. А мы пойдем кирке в хорошие места и станем нехорошими людьми. То есть, и станем нехорошими по наружку, а внутри оставим нечинь. Да-да-да, как и сделал шибатайцы. Внешне придел слам. А остался один взгляд. Кстати, Берланды, как мы знаем, происходит. Из семи потомстеров ярдарских хихуза. Ядер моему на этот раз удаешься, даст там и кучу. Парухи выроснул, пошел еще дальше. Заявил, что для спасения и избавления необходимо совершиться то, что тоже запрещается. Я на гоплей, но сразу его последовательность не остановились даже перед тем, чтобы передать польским коем тропавый навеку. А сколько сегодня евреев, когда шли отродили, поменяли вверх, убеждения, стали светскими, современными, даже сашистыми антисемитами. Все потому, что мы пошли в место нечистоты, чтобы собрать и найти там световых змей. Они ползают по дну творения и грустят. Это свет разбитых ваз, и мы должны собрать его весь до капли. И в облик напоминает цветы ангелов шестью крыльями. Один везде фигуру лука, другой орла. Соединяющие, они становятся человеком. Рамный долбовок говорит, когда они пребывают во тьме, они превращаются в руколомы змеи и ползают так далее. Они дыряют в бездну и плывут по великому морю. Но с приходом Каина объединились и заключили мир. Все поняли, врага, что они подлежат потомству каина. Они стали с тех пор единым с участком, даже головами. Потом, далеко не снил он в жизни. В зуренке, диму, диму, бреду и стойку. Такого не было, пока правят все. Побеждая архонда, который подавлял его ранги, который управлял темноток. Поэтому, то они сплавили, что они подвиждают единым с участком. Эти два архонда называются Афлира и Костемон. Ничего себе Афлира и Костемон! Афлира и Костемон! Афлира и Костемон! Когда наступает ночь, они добывают с нами, Матерь Кемона, которая когда-то с тобой взняла первую беду. Когда им кажется, что они достигли ее, Она делает скачок в 60 тысяч локтей И предстает перед людьми в странах и табличках, Доставляя их куда-то, что вот с ней. Потом снова выпускается в полет парк, Он заоблетает вселенную и, наконец, прибывают к дочке отправления. Здравствуйте, какой же дочке? Я потерял из рассказов! Ариэль, Симрохоза, Кугавэль, Баркей, Армарон. Ариэль, Шамшэль. Что? Что жаль большой черта? Одни спутки, две подруги, Подруги, шкафы, И шкафы, Одни в разоколоме, Ну что? Не знали? Субтитры создавал DimaTorzok